МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт. Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Напоминаю, что «Контакт по понедельникам» это для тех людей, которые в этой жизни имеют свою цель, имеют желание жить, умеют жить и достигать своих целей. Но вот у нас с вами как бы сегодня и следующая передача, они имеют такую тоже целенаправленность определенную. Начинается ноябрь, а ноябрь по нашей прошлой жизни в бывшем Советском Союзе, это всегда как-то ассоциировалось с возникновением Великого Советского Союза. Ну, теперь это Россия, Украина, сегодня это много-много стран. Но в любом случае где-то у многих из нас еще осталось. Вот ноябрь. В России до сих пор еще решают, что делать 7 ноября. Поэтому мне показалось было бы интересно сегодня пригласить того человека, который вот буквально недавно был в России, был на Украине, журналист, который имеет свое представление о вещах, который может вспомнить, может рассказать. А в следующей, кстати, передаче, 7 ноября, у нас в гостях будет Зоя Космодемьянская. Да, вот самая настоящая Зоя Космодемьянская. Ну, это, конечно, вы понимаете, что будет актриса, которая исполняла в фильме «Озерова. Битва за Москву». Но, в принципе, мы опять будем говорить о бывшем Советском Союзе и о Зои Космодемьянской, может быть, даже о Олеге Кашевом. Я не знаю еще, о чем мы будем говорить. Но сегодня у нас действительно интересный разговор. У нас сегодня журналист Леонид Заславский, который только что вернулся. Вы только недавно были, да, Леонид? Только недавно вы вернулись. Скажите, давайте сразу обрисуем географию, где вы были. Это была Москва, вы прилетели в Москву. Да. Затем это было что? Одесса. Одесса. Как вы туда добирались? Поездом. Поездом. То есть не самолет, не лошади там. Нет, купе. Ну, мало что, может быть, как новый американец. На лошадях. Потом это было что? Я даже не афишировал, что я американец. Я ехал из России как бы россиян. Понятно. А потом Киев. Киев. И так у вас был такой вот треугольничек. А потом вы улетели из Москвы опять, да? Да. Вы улетели из Москвы. Скажите, прежде всего, как много... Когда вы уехали, покинули бывший Советский Союз, или, скажем, Россию, я не знаю, откуда вы уезжали? Да, 12 лет назад, в 93-м году. В 93-м году. И за это время вы часто бывали в России? Дважды. 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 Это сегодня второй раз был, или это третий раз? Нет, это был уже третий раз. Третий раз. И последний раз, скажем так, когда это было? Последний раз в 2000-м году. Двухтысячный. Да. Скажите, вот эта поездка, она была связана с чем-то определенным. Вот что вас, так сказать, подтолкнуло вдруг поехать, тем более такое серьезное путешествие, две страны, три города, две столицы. То есть, это серьезно, это как, если бы вы в большое такое путешествие собирались. То есть, был какой-то, как бы, побудительный мотив? Ну, было ряд причин. Ну, прежде всего, я, скажем, хотел посетить сестру, которая живет в Киеве, которую я не видел с момента своего отъезда, то есть, 12 лет с тех пор, как она нас провожала. А кроме того, было две таких достаточно необычных причины. Во-первых, наш класс, школьный класс, ежегодно собирается, в этом смысле он, так сказать, своеобразный, ежегодно собирается в течение 50 лет. Ваш класс собирается 50 лет. И вы поехали на встречи 50 лет. На 50 лет. Потрясающе. Вот это то, что мы больше всего любим. Мы любим своих друзей видеть годы, годы, годы. То есть, на них мы, как бы, отсматриваем себя в какой-то степени, да? Да, многих из них я не видел с момента своего отъезда. Но у вас, вы журналист, у вас какой-то особый такой острый взгляд. Скажите, пожалуйста, вот давайте вначале просто проедемся по этим городам, прежде чем мы возьмем самое вкусное, самое интересное, это встречи. Да, у вас еще была еще одна встреча, да? Да, 100-летие со дня основания организации, в которой я проработал более 30 лет. А, вот я хотел сказать, вы же не открывали этот институт 100 лет назад, да? Да, да, и был банкет по этому поводу, такой шумный, с привлечением гостей, ну, в основном, из других городов или из других республик бывшего Советского Союза. Но там знали, что вы из Америки? А вот, да, я приехал из Америки. Причем, значит, у меня еще ментальность, видимо, поменялась или не поменялась. Я, это режимное предприятие, пришел туда без паспорта. И, значит, думали... Ну, драйвер-лайсенс у вас американский. Да, но поскольку, значит, до директора дошло, а директор, кстати, новый на этот раз, в прошлый раз это был еще мой знакомый, меня встречал с распростертыми, а этот новый, но когда узнали, что из Америки, тут же предприняли чрезвычайные меры, чтобы меня сразу через эту... Секундочку, чрезвычайные, чтобы допустить или не пустить? Чтобы пустить, через эту усиленную охрану, да. А, да, вот так даже американцы, пожалуйста, проходи, дорогой. Да, да, да. А вам ничего не подсовывали, там, какие-то тайные документы? Хотели, хотели сперва. Я даже, так сказать, на это был сначала и нацелен. Мол, те вынесем удостоверение, то все. Но я подумал, как же, я сижу перед ними, они на меня смотрят, три человека, а потом вдруг у меня появляется удостоверение. Но нет, вышел зам директора, позвал меня и говорит, этот наш человек, пропустить, пожалуйста, и все. Хотя я его не знал. А вы не боялись никаких провокаций вообще? Или это сегодня настолько... Впрочем, мне сказали, что без паспорта ходить не следует. В Москве? Да, мало ли что. Ну, слава богу, как говорится, ничего не было. Наоборот. Вот я отметил, в отличие даже от прошлых посещений, то и сфера обслуживания, и всюду контакты были такие благожелательные. В основном молодежь в сфере обслуживания, которые, веримо, держат свои места, а у них другое воспитание. То есть они же не знали, что вы американцы? Да, вообще. Они с вами общались, как обычным человеком? Нет, нет, а некоторые, может, и знали, да. Но нет того хамства, к которому мы привыкли в сфере обслуживания в прошлой своей жизни. Советской. Вы говорите про Москву, а вот интересно, если сравнить сейчас Киев, Одессу и Москву. Скажите, везде обслуживание было на одном уровне? Или есть какая-то разница, вот как-то провинциальности? Нет, я бы сказал, на одном уровне. Во-первых, ни Одесса, ни Киев, это не провинция все-таки. Я прошу прощения. Одесса – это Одесса. Да, да. И вот единственное, что бы я отметил, ну, мы, скажем, были по одному разу в ресторане, там, в Одессе, в Киеве, в Москве. И вот если в Москве, несмотря на будний день, вечером, ресторан был заполнен, ну, в основном молодежью, очень хорошее и обслуживание, и кухня, причем это не где-нибудь в центре. Ну, и цены тоже были, наверное, соответственно, нет? Говорят, что Москва самая дорогая была? Да, да, я как раз как-то пообщался с американцем, спрашиваю, ну, как вы, так сказать, это было где-то в пиццерии в центре, там действительно цены были большие, а вот в этом ресторане примерно такие же, как здесь, в Америке. Ну, единственное, где цены, значит, гораздо выше, это, ну, может быть, на некоторых театральных мероприятиях. Это, ну, об этом я еще потом скажу. Вот, и, да, а вот в Одессе, например, тоже вечернее посещение было при практически пустом зале. Видимо, может быть, уровень жизни населения. Москва все-таки более дорогой, но и более богатый город. И там особенно молодежь очень неплохо пристроена. Ну, пожилые люди, видимо, им сложнее. Ну, у вас, святая, давайте вначале мы проедемся с вами по дороге. Скажите, как вас вообще в Шереметьево встречали, как человека, который приехал из Америки? Какие-то чинили, я знаю, там, проверяли, отсматривали багаж более тенденциозной. Более тщательно. Нет, вот то, что вы сказали, имело место быть, но при отъезде. Из Шереметьево. А при приезде, чем запомнилось, это очень длительное ожидание багажа. Примерно часа полтора, если не два. А вот когда я, помню, приехал в Америку, в JFK, то буквально, ну, там прям долгими лабиринтами надо было выходить. Но когда я вышел, багаж уже меня практически встречал. А вы говорите, инцидент был, когда вы улетали. Что значит инцидент? Может, вы увидели шпиона? Нет, нет, нет. Когда улетали из JFK, значит, ну, проверку такую обычную, даже обувь не надо было снять. Один раз проверили ручную кладь. И, ну, это моя непредусмотрительность, там были ножнички для ногтей. Это в JFK? Конфисковали, да. И конфисковали, да. А вот когда я уезжал из Шереметьево, там тот же самый багаж, и не только тот же самый, ну, может быть, было его больше, раза три, наверное, проверяли, и обувь надо было снимать, очень счастлив. Ну, я это объясняю тем, может быть, что там были вот неприятности, неприятности были всего год назад. А в Америке уже четыре года. Как? Поэтому, может быть, помягчало. А вот из Москвы ехали в Одессу, вы ехали на поезде, да? А вот изменилось что-то? Вот чай дают в поезде? Да, дают, да. И раньше давали, да. В подстаканниках? Не помните? В подстаканниках ли, да, наверное. Как-то вот я представляю, это русское чай пить. Да, в подстаканниках. Да, в подстаканниках, да. А проводники вот так же ездили? Вообще предлагали многое еще и другое, но, так сказать, просто никто в нашем купе это не брал, а я не брал, потому что меня снабдили припасами съестными на дорогу. А много было человек? Вы в купированном ехали? Или в пласткартном? Нет, в купированном. А есть, наверное, пласткартный, наверное, раз там и вагоны? Осталось? Да, наверное, да. Я не знаю, это был куперный, вообще даже фирменный. Не так уж дорого, кстати, по американским этим. Вся эта поездка в пределах 100 долларов. Я имею в виду Дуадесса и обратно. Вот этот круг весь стоил вам 100 долларов. Но это потому, что вы были гражданин России? Да. Если бы это было, вы были американец, американским паспортом, наверное, это было бы дороже. Ну, не надо, ладно, не важно. А вот люди, которые были с вами в купе, вы как бы почувствовали, что это другие какие-то люди? Вот как бы разница, вот с теми, я помню раньше наши путешествия там из Москвы, там в Крым куда-то едешь, на Кавказ, отдыхать или еще в командировку. Есть, вот вы чувствовали разницу с людьми, которые сегодня сидели в купированном вагоне фирменного поезда? Я понимаю. Вообще, я был с самого начала как-то заинтересован в контактах. Ну, может быть, как журналисты. Но надо сказать, что когда я ехал из Москвы, а потом из Киева в Москву, то в купе было только два человека. Я еще один. А вот когда из Одессы в Киев, это уже внутри республиканская поезда, там было под завязку, все четверо. Значит, ну, есть ли разница? Ну, был со мной сутки, провел молодой человек, мы ехали почти сутки из Москвы до Одессы. Очень такой благожелательный, воспитанный. Видим, воспитанный уже на Украине, но он уже работает в таких, в новой фирме, которая торгует с айлфонами, что-то там по экспорту. Да, так вот, немножко меня поразило, когда мы проезжали, очень красивая была природа, за окном, примерно как сегодня, когда мы приближались к Нью-Джерси. И я вспомнил Пушкина стихи «Люблю я пышные природы увядания, в багрец и золото одеты и леса». Так вот, оказывается, молодой человек этих стихов не знает. Мы-то все… Насколько ему лет? Может, он уже рожден на самостоятельной Украине? Да, ему до 30. Да, видимо, он уже в украинскую школу был. Ну, конечно, последний. А там Пушкин, наверное, не в очень большом ходу. Ну, во всяком случае, вот, оказалось, что ему это незнакомо. Но он не знал, что вы с Америки, да? Поэтому вы могли его провокативно что-нибудь спрашивать. А вот как ты думаешь там про Америку, нет? Вы не спрашивали? Нет, об этом я не говорил. Я почему-то решил не афишировать свой американский… Да, я понимаю, но… Не знаю, почему. Ну, может, потому что мне, когда я уезжал, мне говорят, ты особенно об этом не говори. Пусть думаешь, ты обычный, так сказать, российский гражданин. Ну… Вот я хотел несколько фотографий тут. Сейчас вот я отобрал несколько фотографий, которые я бы хотел, как бы, нашим зрителям показать. Вот это очень интересно, и мне показалось такой мотив, который… Это одесских несколько ваших фотографий. Мне показалось, что все очень такое монументальное. Вот, например, фотография у нас… Сейчас мы заберем это, чтобы не мешало ничего. Утесов, да? Утесов, да. Это утесов. Вы посмотрите, какой он монументальный. Он здесь выглядит, ну, гулливером. Да. Вообще мы привыкли… Хотя вы тоже у него не маленького роста. Нет, я как раз не могу похвастаться. А, вот она. Да. Дело в том, мы привыкли, что такие фотографии делаются в натуральную величину. Ну, я Утесову помню. Ну, вот здесь одна фотография еще нет. Но сейчас я покажу еще одну фотографию, которая, мне кажется, как бы продолжает эту тему. Вот посмотрите. Это у нас господин Александр Сергеевич Пушкин. И опять он намного выше вас. Да, да. Ну, поскольку он не на скамеечке, тут, может быть, не обязательно. Но вообще он действительно очень стройный, буквально исполин. Так вот, что касается Утеса. Я помню его и по фильму. Все мы, наверное, видели веселые ребята. И я помню его еще на сцене. Ну, он был коренастый, но отнюдь невысокий человек. А здесь он действительно очень такой крупный мужчина. И вот еще одна фотография, сейчас мы покажем, которая вот все-таки показывает, что в Одессе любят монументальное искусство. Да, такая гигантомания. Ну, это не конкретная женщина, можно надеяться. Но она не конкретная, но она опять очень такая. То есть, человек, который стоит рядом с ним, с ней, он не чувствует себя, что она же, как и он, провожающий. Нет. Да, как провожают пароходы. Она явно символ. Совсем не так, как поезда. Это в морском порту. То есть, скажите, а вот это вот... Раньше этих скульптур не было, кстати. Да, спасибо, мои. А скажите, пожалуйста, а вот как бы отталкиваться от этих фотографий? Есть ощущение такое, что как бы, ну, на Украине или в России пытаются вот как бы, ну, преувеличить значимость того, что происходило. Жили в Одессе или там в Москве. Вот вы почувствовали как бы всю значительность того, все, что делается. Вот в Москве, например, там какие-то церкви создаются, скульптуры большие. Вот все какое-то такое более монументальное. Ну, да. Ну, что касается скульптур, ну, наверное, как многие знают, Москва в этом смысле неотделима от Зураба Церетели. Значит, он наводнил своим скульптурами. Особенно их много на Манежной площади. Теперь там на всякие темы, на сказочные и так далее. Теперь много создается церквей. Причем таких, которые подчистую в свое время были снесены. Ну, началось это с храма Христа Спасителя в Москве. Но такие же церкви с помощью, я не знаю, найденных рисунков или чертежей возведены и в Киеве, и в Одессе. Вот одна из них как раз перед вами лежит, которая, значит, очень такая монументальная. Ну, что касается, ну, монументальности в смысле своей значимости, то я вспоминаю беседы с одесситами. Это, кстати, так сказать, ну, так сказать, этнически русские одесситы. А, кстати, Одесса всегда была русским городом. Так вот, они, между прочим, так с несколькой носкольгией вспоминают о советских временах. Считают, что они голосовали не за Ющенко. Считают, что это правительство уже доказало свою и непрофессионализм, свою жуликоватость и так далее. И считают, кстати, что они пришли к власти с помощью американской финансовой помощи. Они ее явно преувеличивают. И как я не пытался доказать, что Америке своих дел выше крыши. Они, так сказать, стоят за свое и мечтают, что имперское прошлое перенесется когда-нибудь и в будущем. Что они восценятся с Россией. Понятно. Скажите, вот я вспоминаю, когда раньше приезжал кто-нибудь с Запада, скажем так, в Москву, в гости, всегда к этому человеку относились, считалось, что он человек богатый. Как вы чувствовали? Вот как относятся к вам? Считается, что люди чувствовали, что вы человек зажиточный, серьезный, устроенный? Или это ощущение потерялось среди русских и украинцев? Ну, мы просто... Я не знаю, как они думали. Просто мы эту тему не поднимали. И ни они, ни тем более я. Поэтому, что у них там в душе... То есть у вас не было такого ощущения? Как они вас воспринимают? Как человека богатого, небогатого? Но все-таки могли бы они, например, взять, поехать в Америку, например? Нет, для них это сложно. Дело в том, что вот тут есть снимок в память Романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Вот один из стульев. И тут, значит, может быть, вы покажете этот снимок. И тут вот как раз Владимир Михайлович Гранатуров, человек известный в Одессе. Он и заслуженный деятель науки и техники, он и в кафедре в институте. Теперь это Академия связи. И у него неплохая и пенсия. Вообще там научных работников лучше ценят, чем в России. На Украине, да? Да. Но вот поехать в Америку для него это нереально. Накладно. Накладно, да? Это на большие деньги. Да-да. И почти все... Так он выглядит ничего. Да. И почти все... Это стул 13-й или 12-й? Это какой стул? Я не знаю, да. Вы не попробовали там поискать что-нибудь в этом стиле? Да. Ну, он из бронзы, поэтому... Или у Одессе, ты не поставил. Уже все проверили. Поэтому да, это мудрено было. Понятно. Спасибо. Вот. И большинство людей, скажем, людей пожилых, пенсионов, вынуждены продолжать работать. Как бы они не тяготелись. Ну, вот это вот интересный момент. Да. Они и работают. У вас была встреча. Встреча с однокашниками. Да. И встреча как бы со столетними коллегами. Сто лет в вашем институте. То есть, вы встречались с людьми вашего возраста. Скажите, много людей было на школьной встрече? Было 10 человек. Всего 10 человек? Всего 10 человек из 30. Ну, это тоже. Потому что, например, из параллельного класса, я вспоминаю прошлые встречи, буквально приходил там один, двое, а у нас все-таки была какая-то инициативная группа. Мы обычно их присоединяли к Сибири. Откуда эти люди здесь, 10 человек? Вы были единственные зарубежные участники? Из зарубежа я был единственным. Да. Был еще один. И даже двое были. Но в эту дату они не попали. Один был из Германии. Вадим Фанин, писатель, кстати, который номинирован был на Бухеровскую премию. Правда, не получил пока. Вот. А второй, вот, Женя Евзерихин из Нью-Джерси. Но они были немножко раньше и, так сказать, не совпал. Скажите, ну вот ваши сверстники, вот 10 человек, которые вместе с вами выросли. Как вы чувствовали вообще? Вот вы с ними общий язык находили? Ходил. Ходил. Благодаря тому, что вы вместе когда-то учились, только на основании прошлого вы находили общий язык. Да, да. А как бы вот вы обсуждали какие-то, я знаю, современность какую-то. Да, да. Пробовали обсуждать. Вот здесь, между прочим, полное непонимание. Хотя люди, в общем-то, симпатичные мне и расположенные, и, в общем, очень хорошо меня при меня принимавшие и отвозившие на машине. Например, я вот такую, так сказать, выдвинул, ну, так сказать, теорию, исповедую развала Советского Союза. Я считаю, ну, что называется, жадность Фрая разгубила. Фрая в данном случае это Сталин. Вот не завоюя он в результате сговора с Гитлером, не присоединив к себе, скажем, Прибалтику и Западную Украину, от которых пошел весь вот этот дух разъединения, так Советский Союз до сих пор, наверное, существовал бы. Потому что остальные республики об этом как-то не помышляли. Это свалилось им как, я не знаю, как яблоко спелое. Вот, так вот, они всячески это опровергали. Они считали, что Россия должна была завоевать эту Прибалтику, потому что все время эти страны входили в состав империи. Но это у вас это видение пришло уже после того, как они стали жить на Западе? У вас лично? Нет, я всегда им сочувствовал, да. Вот, потому что это не заверзающие, так сказать, заливы. А я им говорю, неужели не хватало там Ленинграда, Петербурга? Ну, финский залив замерзает. А Мурманск? Ну, это мало. Так что вот они вот такого великодержанного. Причем люди такие неглупые. Ну, видимо... Но все работают, да? Все ваши? Нет, не все. Из тех, которые пришли на это собрание, ну, может быть, работают, ну, половина, может, даже меньше работают. Другие... Ну, кто может, тот работает. Ну, и как им живется, людям, которые не работают? Неважно. Неважно. Они жаловались, не говорили об этом? Нет, они не говорили. Как-то об этом говорить, видимо, не принято, во всяком случае. Ну, вот вы были у кого-то из них дома? Да, вот встреча была как раз дома. Дело в том, что, помните, в старые времена в магазинах ничего, в холодильнике полно, да? Так было всегда. А как сегодня? Ну, сейчас и в магазинах все, в холодильниках ничего. Ну, я не знаю, как в холодильнике, но на столе было тоже достаточно. Вот. Ну, этот человек тоже такой не был. Во-первых, он архитектор, во-вторых, у него сын, врач-хирург. Хирург. Кстати, недавно он ему там на сердце что-то поставил, то-сё. Так что, может быть, это не совсем типично. Ну, вот, где я видел ещё людей вот таких в тяжёлом находящихся положении, это, знаете, в еврейском общинном центре. Как раз вышло так, что я там оказался как раз в канун начала Суккота, праздника, и меня пригласили, может быть, многие из вас знают, Александр Лакшин. Лакшин, он был здесь, возглавлял русский отдел в JCRC. Как раз та должность, которую сейчас Миша Немировский занимает. Пять лет назад он, значит, послан был в Москве, работает там вот при этом общинном центре. Он там человек очень уважаемый. Летом он приезжал, кстати, его имя было известно в начале этого года, он подвергся нападению там в подземном переходе у Савеловского вокзала, значит, сильно... Это подняло его авторитет? Я не знаю, во всяком случае, этим летом он приезжал, выступал тут на пресс-конференции, и сообщил, что нападавшие были отловлены и получили срок. Небольшой, правда, один четыре года, другой полтора. Ну и вот в этом центре, что вам показалось, много евреев в Москве и вообще как? Много, много. И в основном они были такие молодые, среднего возраста. Оказалось, что такая общинная жизнь там бьет ключом. Кстати, благодаря тому, что Александр, человек там весьма уважаемый, оказалось, что, сидя рядом с ним, я имел другим соседом Берлазара, то есть главного раввина этого центра. И вы знаете, такое впечатление, что такая религиозная общинная жизнь там бьет ключом. А вот люди, привлеченные из благотворительности, вот тот самый контингент пожилой, они там сидели в уголке и сильно отличались даже внешне от основной массы. Там, кстати, даже и там появилась дружная, хотя не такая большая, как в Нью-Йорке, бухарская община. Они, впрочем, читали молитвы на еврите, что для меня удивительно. Вот. Ну, еще, кстати, раз уж мы затронули эту тему, побывал я в Киеве, в синагоге Бродского, а рядом большой кинотеатр, как выяснилось, его тоже хотят присоединить. Меня это немножко возмутило, может быть, я не прав. И придя в эту синагогу, увидев, что, так сказать, паства или слушателей там немного было, и я спросил, это действительно вы хотите присоединить? Он говорит, да, она нам принадлежала. Я говорю, ну, евреи, имейте совесть, она принадлежала вам до революции, когда евреев в Киеве было больше, чем сейчас русскоязычных американцев в Америке. Вот. А сейчас-то у вас немного. И зачем, так сказать, возбуждать такие негативные эмоции? Ну, в общем, они в ответ промолчали. А кто-нибудь говорил о негативных эмоциях в Киеве? Вам приходилось слышать что-нибудь подобное? Негативные эмоции в отношении кого? В отношении евреев, вообще как-то евреи, как вы говорите, заелись. Да, нет. Ну, вот была вот эта статейка в газете, конечно, такого немножко поджигательского свойства, что вот еврейская община хочет наш кинотеатр прибрать к своим рукам. Ну, видимо. Ну, я подумал... А вообще, вот вы журналист. Вас интересовало телевидение, газеты? Вот как бы вы листали газеты, смотрели телевизионные передачи. Какое у вас осталось ощущение? Вот давайте в Москве, например. В Москве. Ну, вот при своей, в общем-то, загруженности, буквально ежевечерней мне приходилось где-то или с кем-то бывать, но приходя вечером домой, я имел возможность посмотреть какую-то аналитическую передачу. Там вот есть такие передачи, которые здесь, вот, скажем, по РТВА, скажем, в 9 утра, в 11 утра. А там можно было посмотреть, например, с полдвенадцатого до полперого ночи. Ведет передач, каждый вечер кто-то приглашает. То есть, политические передачи, они дают в вечернее время, да? Ну, видимо, в дневное, конечно, тоже. Но здесь ведет какой-то ведущий, вот типа вас, и каждый вечер он нового приглашает в гости. Вот в один вечер был там Арбатов, сын Георгия Арбатова. Но вам показалось, что эти передачи актуальны? Вам чувствуют, что люди говорят откровенно, искренне? Да, конечно. Арбатов, например, с одной точки зрения выступал, он как прозападный политик. Илюхин, конечно, он, так сказать, прокоммунистических воздействий. А были какие-то передачи, которые вас удивили, которые раньше, например, вам никогда не приходилось видеть на русском телевидении? Да, вот я свою, кстати, Нью-Йоркскую знакомую, отдаленно знакомую, Елену Хангу видел там на вечернем телевидении. Она вместе с другой белокурой девушкой вела передачи, по-моему, называется «Между нами женщинами говоря» на темы секса. А, темная женщина и белая женщина. Да, это было довольно эффектно. В общем, там она пользуется явно большим. Так сказать, большей популярностью, чем здесь. Ну, аудитория там больше. А в Киеве есть русское телевидение, есть московские каналы в Киеве у ваших, у вашей сестры, да? У вас сестра в Киеве? Вот у сестры как раз не было. Там все передачи были на украинском языке, и я в связи с этим имел определенные неудобства. Ну, в Одессе там каналов, во-первых, больше, но потом, может быть, сказывается, что семья все-таки русская. А вот сестра-то моя в школе еще учила украинский язык. И вот когда мы с ней, кстати, пошли в театр, ну, пошли специально в оперету, чтобы не иметь языкового барьера, так я таки его имел. Потому что, ну, музыка знакомая, это опереться была, Морица. А вот все, что касалось диалогов, монологов, то оказывается... Все на украинском языке, да? Да, ну, я думал, что я понимаю по-украински. Потому что, когда я имел общение с, скажем, проводницей, то я все понимал. Ну, там, понимаете, простые фразы и все такое. А здесь, оказывается, нет. Оказывается, нет. Так что и все надписи в Киеве только по-украински. То есть это Украина, самая настоящая Украина. Никто русский язык там не присутствует. Ну, нет, вы тут как раз русским еще пользуетесь. А, пользуетесь. Ну, не так, как в Одессе, но, так сказать, с русским языком там явно не пропадешь. В магазинах везде в основном русский. Но нет, антагонизма никакого нет? Вот вы говорите по-русски, никто к вам не говорил, что это не отвечали? Нет. Как в Балтике в свое время там жаловались? Может быть, жаловались, я не знаю, там не испытывал. Но подобные разговоры я в свое время слышал еще перед отъездом, будучи во Львове. Вот там, если вы не можете пользоваться украинской мовой, то к вам могли, так сказать, прицепить. Ну, я не знаю, как ко мне, я-то был там как командированный. А вот к местным жителям, которые живут там давно и до сих пор не говорят по-украински, к ним явно приставали. Недаром оттуда пошла вот эта дух незалежности. Понятно, независимость. Так вот, театры. Много вы бывали в театрах? Ну, вот я... В Москве, в Одессе, где это происходило? Да, ну, во-первых, я сказал, что, значит, был в Киеве в оперете. В Москве, значит, ну, я, что называется, клюнул на название «Славянские страсти». Оказалось, что это еще ранее известный спектакль по пьесе сербского драматурга Нушича «Доктор философии». Тогда это называлось. Ну, постановка хорошая, зал был полон билетов. Полный зал все-таки был. Да. А сколько стоят билеты? Дорогие для людей? Ну, от трех до тридцати, если в долларов. От трех долларов до тридцати. Ничего. А вот был в это время Кубок Кремляток, там вообще они заломили от тридцати до девятисот долларов. Поэтому я не знаю, как вот финал. На финал, может быть, было много. А вот полуфинал я смотрел по телевизору, значит, трибуны были полупустые. Даже, может быть, более чем полупустые. Вот. А кроме того, я был еще там. Новое здание, очень такое эффектное, международного музыкального центра возле Павелецкого вокзала. Это Москва. Там был концерт, да, в Москве был концерт Леонида Серебренникова. Он исполнял песни военных и послевоенных лет. Но аудитория была в основном вот моего возраста, может, немножко моложе. И тогда, в общем, такие ностальгические песни. И надо сказать, что они, вплоть с большим успехом, зал подпевал, зал был полон. И, помимо прочего, он пел даже американские. Сейчас, одну секундочку. Мы сейчас с вами, уважаемые господа, прервемся и продолжим наш разговор. Я надеюсь, что вы к нему подключитесь. Кто-то из вас тоже бывал в России, бывал на Украине, в других республиках. Кто бывал, было бы очень интересно услышать ваше мнение о том, как сегодня живет бывший Советский Союз и как вы это видите. Так что оставайтесь с нами, а пока посмотрите рекламу. В вашем городе Пилигрино представляет коллекцию лучших картин итальянских, испанских, французских художников-модельеров. Качество, изысканный вкус, высокий стиль отличают каждую работу. Красота сошла с картин. Она доступна каждому. Пилигрино открывает вам двери в мир высокой моды. Приходите, мы ждем вас. Я помню день моей инаугурации. Было очень холодно, и облако дыма все еще стояло над всемирным торговым центром. Все предсказывали, что масса людей покинут Нью-Йорк. Ему предстояло повести за собой город в момент самого страшного кризиса в истории. И мэр моментально показал себя сильным и эффективным лидером. Мэр Блумберг сбалансировал бюджет, и жизнь в городе стала улучшена. Он сделал нереальное. Он сделал Нью-Йорк еще более безопасным. Я замечаю подъем в экономике. Когда ты говоришь с Майком, сразу понимаешь, как он любит этот город. У него есть замечательные идеи для нашего будущего. Меньшилось количество преступлений, увеличилось количество рабочих мест. Мы сделали правильный выбор, поверив ему. Майк добился больших успехов в развитии Нью-Йорка. Я мэр Майкл Блумберг. Мэр Мэстай Мэй лучшим Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем передачу «Контакты». С вами Борис Тенсор. И у нас в гостях журналист Леонид Заславский, который буквально несколько дней тому назад вернулся из России, вернулся с Украины. Он сделал такое кольцо. Москва, Одесса, Киев. И таким образом у нас есть какая-нибудь такая картина, как сегодня живет вот самые обычные люди, с которыми он встречался. Мне показалось, что это будет вам интересно, поскольку начинается ноябрь, начинается месяц, который в общем-то всегда отмечался как месяц создания бывшего Советского Союза. И мы об этом еще будем говорить и на следующей передаче. Но сегодня, вот это как бы путешествие, ностальгическое путешествие, мы продолжаем. И я предлагаю присоединиться к нему вам. Сейчас на экранах вы увидите номера телефонов, по которым вы можете позвонить в студию и рассказать о своих путешествиях. Может быть вы ездили в какие-то другие республики. Интересно бы услышать, что вы скажете о республике Прибалтики, а может быть Среднеазиатские. Пожалуйста, участвуйте в передаче. Пожалуйста, задавайте вопросы Леониду. А мы продолжаем наш разговор. Скажите, Леонид, а вот театры вообще в Москве, они заполнены. Достать билеты. Можно сегодня театр московский? Или надо тоже переплачивать, брать нагрузку? Я вспоминаю, когда-то, чтобы получить билет в хороший театр, иногда приходилось брать нагрузку или переплачивать. Как это выглядит сегодня? Сейчас, вы знаете, существует система заказов, типа через интернет. В общем, вот на этот спектакль он мне дал распечатку. Вот на какие спектакли ты бы хотел, мол, пойти. Разных театров? Да, разных театров. На какие-то, видимо, ему оказалось трудно достать. Трудно финансово, трудно, просто нет билетов. Видимо, да, было трудно достать билеты. И, в общем, вот этот оказался в числе отмеченных мной. Ну, я просто, судя по названию, так сказать, клюнул. Это было в театре, кстати, на Малой Броне. Вот. И, ну, вот насчет того, что... Полный зал был, да? Да, полный зал был. А вот как публика, как вам показалась публика в театре? Хорошо одета, нормально, спешащая после работы с бутербродами? Или как это все выглядит? Да, ну, такое впечатление, что публика, так сказать, не изменилась. То есть, вы не чувствовали себя изгоем или каким-то немножко не в своей среде? У вас не было ощущения, что вы в другом? Нет, нет, нет. Вам показалось, что как будто вы не уезжали никуда. Вы прямо вот как были в Москве, жили, так и продолжаете. В этом смысле, да. Ничего не изменилось. В этом смысле, да. Вот когда в театре, то не изменилось. Ну, единственное, вот бутерброд... Я имею в виду буфет, значит, в антракт. Значит, ну, были бутерброды вот с, значит, с севрюгой, что ли, горячего копчения. Были соки, были там с колбасой. Значит, я помню, значит, вот этот бутерброд 60, 60, значит, рублей. Ну, это примерно пару долларов. Ну, так ничего, это нормально. Конечно, это не черная икра с блинами, как было в свое время у Кремлевского дворца съезда. Но все равно тоже не было. Да, да, нет, черной икры не было, но вот эти... И, кстати, в этом тоже было в музыкальном центре. Такого же типа ассортивил. Севрюга, пожалуйста, везде. А хорошо, у нас есть звонки. Вот первый звонок у нас Анна из города Лос-Анджелеса. Здравствуйте, Анна, вы с нами в студии. Здравствуйте. Доброе утро, Борис Стенсор и ваш гость. Очень приятно слышать о путешествии в нашу бывшую страну, откуда мы приехали. И очень приятно, что там люди живут, посещают театры, всем интересуются. Может быть, мой вопрос не совсем в точку, но меня этот вопрос очень волнует. И я хочу вам задать обоим, как журналистам. Меня очень волнует выступление иранского президента Махмуда Ахниниджана, и трудно сказать, об уничтожении Израиля. Как вы думаете, как должны прореагировать все еврейские многочисленные общественные организации, в смысле организации нас, евреев, выставить с митингами, демонстрациями, у посоль. Понятно. Анна, скажите, пожалуйста, одну минутку. Президент, минуточку, я только одно слово скажу. В пятницу подтвердил свое выступление доказательством, чем по телевизору показали, как деснующаяся толпа ирана. Анна, Анна, одну минутку. Одну минутку. Анна. Мы тоже хотим сказать свое мнение. Одну минутку, пожалуйста. Вы меня слышите сейчас? Чтите, сколько вы знаете? Алло, вы меня слышите? Вот, вы были в России. Я очень прошу прощения, Анна. Большое спасибо, что вы позвонили. Но я хочу сказать, уважаемые телезрители, о том, что, понимаете, если мы сейчас будем как бы уходить в разные совершенно темы, во-первых, таким образом мы ничего с вами интересного и ни о чем не поговорим. Потому что, как бы, все это перемешается и ни до чего мы до конца не дойдем. Поэтому тема, конечно, я понимаю, вас очень волнует и интересует. И Иран, и есть многие другие страны, которые сегодня же тоже очень актуальны. Я понимаю, что вы увидели журналиста нового и хотели бы его мнение тоже сказать Леонида. Но я вас очень прошу. Пожалуйста, давайте в этой передаче мы сконцентрируемся вот как раз на нашем видении бывшего Советского Союза. Кто-то из вас посетил эти страны. Кто-то видел сегодняшний Советский Союз. Кто-то увидел такое, что, может быть, на что обратил внимание. Или, наоборот, его что-то обрадовало или огорчило. Вот это более как бы сегодняшняя наша передача направлена на это. Что касается Ирана, у нас есть прекрасные много других передач международных, которые вы всегда можете посмотреть и задать свои вопросы тоже. Так что, пожалуйста, звоните именно по той теме, о которой мы сегодня говорим. Советский Союз вчера, сегодня, может быть, завтра, не знаю. Так вот, Леонид, давайте вернемся. Вот то, с чего как бы мне показалось самым интересным. Вы встретились со своими сослуживцами. Институту сто лет. Надо же сто лет, сто лет. Институту сто лет. И вы встретились с людьми, которыми работали. Я понимаю, что, наверное, какие-то чувства вас обривали. Вы как-то увидели этих людей, увидели спустя время. Вы увидели отношения. С кем-то вы, может быть, даже и здороваться не хотели лет 15 тому назад. А как вы себя вели? И как он вел себя сегодня? Как вообще вы чувствовали? Ведь люди, наверное, знали, что это человек, который в свое время удрал, уехал, слинял, я не знаю, в Америку. Да, вы знаете, пожалуй, по-разному. У меня, правда, остались более такие позитивные впечатления. Но были люди, которые очень сдержанные, так сказать, реагировали. И с ними вступать в контакты особо не было ни смысла, ни желания. Но многие были, особенно те, кого мы знали друг друга давно и долгие годы в свое время, для них это, ну, был такой, видимо, сентиментальный момент. И они для меня, и я для них, видимо, был напоминанием или воспоминанием об их молодых годах, давно уже прошедших. И в этом смысле был такой, ну, эмоциональный момент. Столько объятий, да и поцелуев в течение такого короткого вечера мне уже, наверное, в жизни не приходилось испытывать. И, ну, среди лица обоего пола. И, ну, много было приятного, приятных воспоминаний в прошлом. И это как-то все вылилось вот в этот вечер. И я, извините, ну, конечно, это был банкет, было там и спиртное, и так далее. После этого, приехав, я довольно быстро уснул под влиянием, видимо, этого спиртного. Но вот часа в три я проснулся, стал вспоминать, и я так вот разволновался, что я уже больше уснуть не мог. Сейчас мы еще об этом поговорим, но у нас сейчас есть звонок. И у нас на линии НАТО опять Лос-Анджело. Здравствуйте, НАТО. Здравствуйте. Да. Алло, вы меня слышите? Да, прекрасно. У меня вопрос гостю. Да. Конечно, очень много говорят о Москве, меня интересует другой вопрос. Искусство на Украине, это я имею в виду Одессу и Киев. Работает ли театр, ходят ли туда люди, концерты, филармонии. Потому что без конца я о России все знаю, какие что в театре идут, показывают каждый день, все говорят. Это первое спасибо большое, первый человек, которого вы пригласили, чтобы хотя бы узнать об искусстве Украины. Хорошо, спасибо за звонок НАТО. Ну, насколько мне известно, все это действительно очень активно работает, потому что моя сестра как раз регулярно ходит и в филармонию, и в оперном театре, кстати, у нас, к сожалению, так уж не совпало. Но там был очень интересный спектакль по опере Верди, Набука. Так что все театры, ну, мы были, вот я был ограничен из-за того, что не мог посещать драматистику. То есть, у нее хватает, она работающий человек, у нее достаточно денег для того, чтобы бывать на этих культурных мероприятиях. Да, она, так сказать, приобретает абонементы, регулярно ходит. И, в общем, такая жизнь, как я понял, там бьет ключом. Кстати, помимо прочего, именно там, в Киеве, я сходил один раз, мы с ней сходили в кино и видели фильм «Девятая рота». Нашумевший фильм. А в кинотеатре много народа? Большие кинотеатры, маленькие? Это был кинотеатр большой, и народу было не очень много. Не очень много, хотя был вечерний спектакль. Ну, в общем, центр, центральная часть была вся заполнена, молодежью в основном. И, вы знаете, и спектакль на меня произвел вот такой крупный бюджетный кинотеатр и кино именно это. Но особенно меня поразило, вот я не знаю, насколько это все правда, там показано все на чистоту. Я уж не говорю о лексике и так далее, например, то, что прапорщик избивает новобранцев сразу, готовя их к афганской. Или то, что им выдают, скажем, дефектное оружие, потому что новое надо куда-то продать, видимо, тем же душманам, что ли. Смысл такой. Так что вот это все там открыто. То есть, вас поразило то, что как бы настолько откровенно все это рассчитывали? Вся изгнанка, да. Потому что они к этому привыкли уже за эти годы. Перед упрочем, Михалков, Никита Михалков, который большой, как известно, и патриот, по поводу этого фильма высказался так. Сделан профессионально, но не национально. Понятно. Тогда мы продолжаем наши национальные. У нас в гостях, то есть в студии, кто у нас с Детройта? Игорь. Здравствуйте, Игорь. Вы с нами в студии. Игорь. Здравствуйте. Меня слышите, да? Прекрасно, да. Да, замечательно. Вот я хотел бы по поводу вернуться к той теме, когда вот кто-то там, вот вы, ваш гость, я, извините, пожалуйста, я забыл, как вас зовут. Леонид Заславский зовут. Леонид, да, Заславский. Дело в том, что у меня родственники жили, например, в этом, во Львове. Угу. Ну, еще в советское время, как говорится, еще до этого всего. Но вот тогда это было, уже тогда было там жить невозможно. Знаете, хоть они украинцы... Русскоязычному человеку, да? Ну, да. Там такой был национализм, ну, такой, знаете, яркий, конкретный. А сейчас у вас есть какие-то оттуда сообщения? Нет, у меня дело в том, что... Я почему и звоню-то? Они все живут сейчас в Киеве. Что? В Киеве живут. А, в Киеве. Да, перебрались, слава богу. Понятно. Вот. Я хотел... Сейчас просто я бежал так к телефону, извините. Ничего-ничего. Ну, вот. Дело в том, что вот там пропаганда вот эта вся, там ничего хорошего не будет, пока вот это все не уймется. Вот это все национализмическое, которое идет оттуда с запада. То есть вы разделяете точку зрения, что, в общем-то, западная Украина и была вот таким катализатором, который все это дело постоянно будоражил, да? Да, 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 да. Именно вот и поэтому там все это и будет происходить. Дело в том, что был такой батька Махно, который первый сказал, что его журналисты спросили, когда, по поводу того, что он уже когда был на Западе, вы могли бы победить, если бы объединились с этим, с Петлюрой. Он первый сказал, говорит, я мог бы договориться с этими, с красными и с белыми, но с Петлюрой никогда, потому что это не наш народ, он первый сказал об этом. Понятно. Вот это вот все забывают. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Вот что интересно, кстати, вот почему-то никто из наших телезрителей не звонит, ведь кто-то побывал, наверное, в бывших республиках Прибалтики, Эстония, Латвия, Литва. Как сейчас вот все это, жизни тех же русских там выглядит, никто у нас не звонит, но не важно. Между прочим, по поводу этого звонка я мог бы добавить. Ну, во-первых, я коснулся того, что еще бывая в советские времена и в той же Одессе, и во Львове, я обратил внимание, что там эти националистические настроения гораздо с большим графом. То есть, в Одессе их вообще не было, а вот во Львове здесь были и были сильные. Так вот, кроме того, вот эти Одесситы говорят, что вот в этой оранжевой революции большую роль сыграли львовяне, что на американские деньги, да, многие из них тогда переехали в Киев, стояли на этом Майдане незалежности и сыграли свою роль. Но сейчас будто бы эта команда обанкротилась, и вот они... Все, деньги кончились? Нет, в общем, у них еще такая теория, почему это произошло. Якобы Кучма подобрал Януковича как такого непроходного кандидата, поскольку у него судимости и так далее, чтобы украинцы в конечном счете обратились бы к Кучме с просьбой остаться на этом президенте. А и тут вот появился как черт из табакерки Ющенко на американские опять-таки деньги, поэтому так, мол, и вышло. Ну, это как бы теория. Скажите, а вот вы заговорили о фильме, ну, как бы правда, в то же время вы читали газеты, местные газеты? Вы видели там какие-то материалы, которые говорили бы, например, о репрессиях, о бывших, как бы, таких темных страницах России? Нет, вы знаете, да, то, что было вот в перестроечные годы, сейчас, ну, дело в том, что я не имел возможности прессу широко, но в основном я вот Комсомольская Прада, Московский Комсомолец, Спорт Экспресс, да, вот там этого не было. Там все они, так сказать, на темы текущей жизни, жизнь звезд, вот так, как здесь вот, ну, желтая пресса, жизнь российских звезд и американских. Ну, форматы газет Комсомольская Прада стала цветной газетой. Они стали маленькие, половинные форматы или большие газеты, как Москва, как Россия? Нет, вот Комсомольская Прада стала маленькой, ну, не маленькой, но, в общем, меньше, чем была, и там много цветных фотографий внутри, внутри, не только. Так что эту Комсомолку, действительно, не узнать, она всегда была такая достаточно политизированная газета, а сейчас, хотя название осталось, ну. Ну, Комсомола нету, поэтому, наверное, у нас там кто-то есть на линии? Комсомола нет, есть Ленком. У нас Аркадий из... Да, Аркадий, Канада. Да, здравствуйте, Канада, здравствуйте, Аркадий. Да, вы просили кого-нибудь высказаться по поводу Прибалтийских республик. Да, я бы хотел, я бы хотел, ну, 37 лет с женой, с семьей своей в Литве, в Вильнюсе. Угу. Что я могу сказать, времени мало, но я скажу, Литва за годы советской власти настолько развилась во всех отношениях, в том числе, было построено уйма заводов. А вот сейчас вы бывали там, последние годы? Сейчас, я, сейчас я не побывал, но мои друзья там были, многие. И что они говорят? И как там дела обстоят. И как? Но я там, когда жил, жизнь была отличная, в особенности ритовцам. Они все имели, и работу, и квартиры, и дачи, и еще в деревнях, значит, родители жили. В общем, республика жила хорошей жизнью. А сейчас изменилось? Сейчас заводы, большинство закрыты, работы нет. Ну, это прошлогоднее известие. Работы нет. Люди едут даже в Польшу на заработки, едут в Германию на заработки. И все рухнуло. В том смысле, даже культурная жизнь была развита очень сильно. Театр оперы и балета был на высоком уровне, потому что учились в Ленинграде и так далее. Понятно. И это во всех республиках, между прочим, кроме Балтийских, в том числе и Балтийских. Почему на Украине так плохо живется? Потому что отделились от Советского Союза. Это же было замкнутое, большое экономическое пространство. Сейчас его нет. И поэтому мечта моего попутчика 25 лет тому назад в автобусе, что когда делится Украина, то она будет самая богатая страна в Европе, это оказалось мифом. Без России сейчас пока что Украина слаба. Хорошо. Спасибо, Аркадий. Большое спасибо. Я могу сказать пару слов. А вот он говорит о том, что и Украине, так сказать, все в упадке. Вы чувствовали этот упадок на Украине? Нет, я не чувствую. Вот ехал поезд, например. Очень часто, когда ты едешь поездом, ты видишь какой-то ландшафт. И ты видишь какие-то, я не знаю, домики, как они покрашены. Что вы видели сегодня? Это и раньше, кстати, Украина отличалась от России в лучшую сторону. А сейчас, что касается жизни этих городов, Киева и Одессы, там такое впечатление, что много-много бизнесов, банки строят, новые здания. В этом смысле Киев похож на... Киев именно. Похож на Москву. Лучшие здания, смотришь, это какие-то или новые корпорации, или новые банки. Вот. И много заведений общественного питания, ресторанчиков и так далее. Теперь, что касается Прибалтии, мне в свое время приходилось бывать во всех трех. И я должен сказать, что Литва и раньше всегда находилась в лучшем положении, чем две другие Прибалтийские республики. Во-первых, там не было, практически не было внутринациональных проблем. Если в Риге, скажем, русскоязычных было половина, и в Эстонии было много, и сейчас, кстати, они испытывают пресс такой неприятный, то в Литве как-то вот так сохранилось, что там... Вот нам интересно, конечно, как сейчас ситуация. У нас есть еще звонок, и это Ольга из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, я одесситка из Нью-Йорка. Мы даже с вами не были никогда знакомы, я бывала у вас на передаче. Я в течение восьми лет своего нью-йоркского проживания ни разу не побывала в Одессе. И вот дошли слухи, что благодаря оттоку еврейского населения из Одессы прибыло очень много арабов. Святое место просто не бывает. Вот мне интересно, как это сказалось на колорите города. Чувствуется ли в Одессе еще вот наш одесский климат, столкнулся ли наш гость Леонид Рославский с одесским гостеприимством и всеми отличающими одесситов свойствами нашего населения. Хорошо, спасибо. Вы слышали арабскую речь в Одессе? Нет, арабскую речь я не слышал. Ольга говорит, что, и я тоже как-то читал, что там больше мечети начали строить в Одессе и так далее. Вам приходилось сталкиваться? Нет, дело в том, что это город такой морской, крупный международный порт, поэтому иностранцев там традиционно много бывало и раньше, и сейчас. А какие из них арабы, я не знаю. Но вот что, я бы обратил внимание на то замечание, что, так сказать, еврейский элемент, если раньше он был явно замечен в Одессе, особенно в центре, на Дерибасовской, где, кстати, вот эти скульптуры именно там поставлены, в сквере на Дерибасовской, то теперь этого значительно меньше. Почти вот такой еврейский элемент. Колорит, еврейский колорит. Да, исчезает или исчез. Скажите, а вот вы проснулись. Да, но мэром снова стал Гурвиц, как известно. Они, правда, связывают это с приходом вот этой властей на гребне оранжевой революции. Понятно. Скажите, Леонид, передача у нас подходит к концу, и вы-то сказали такую фразу. Вот проснулся я в три часа ночи, после этого банкета, и уснуть всю ночь не мог. Можно я задам вам один такой вопрос? Всегда, когда человек приезжает в то место, которое он покинул, наверное, у него возникает мысль. А надо было уезжать или не надо? Вот устроены, хорошо живут, а я вот как-то поменял. Или наоборот, он счастлив. Что испытывали вы? Вы испытывали ощущение, что вы рады, что живете в Америке? Или вы испытывали ощущение, если это вы можете сказать только искренне, что, может быть, надо было не уезжать, остаться. Вот смотри, как хорошо, все нормально здесь устроено. О чем вы думали в три часа ночи, если такая возможность есть сказать, тем более, что у нас осталось буквально 30 секунд. 30 секунд. Вы знаете, я даже добавлю, один из тех друзей-однокашников прямо мне сказал, да, давай возвращайся. Но такого вопроса для меня не было. Хотя бы потому, что я вовсе не разделяю политику нынешних российских властей. Вот тут и вопрос об Иране. Я горд, что я живу в той стране, которая к этим событиям и к Ирану, и к всем прочим относится так, как я бы хотел. А не сотрудничает с этими бракомбесами, не заигрывает с Ирой. Короче, в три часа ночи проснувшись, вы сказали, как хорошо, что я живу в городе Нью-Йорке. Вы со мной согласны? Леонид, большое спасибо. Вопрос такой не возникал. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Я очень жаль, что не так активно, не так много звонков мы имели от вас. Я думал, что больше будет впечатлений. Ну и тем людям, кто позвонил, а естественно, кто смотрел, большое спасибо и вам. Большое спасибо вам, Леонид. И я надеюсь, что наши следующие передачи будут по-прежнему интересны, потому что контакт по понедельникам всегда для вас. С вами был Борис Тенцер. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!